Всем привет, уважаемые слушатели, зрители. С вами проект YouWebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск 252-й. Мы здесь сегодня с гостем, поэтому начинаем. Перестегивайтесь. Да, всем привет. Здравствуйте. Ребята, вот вы как давние обитатели этого подкаста. Вот вы мне скажите, вот вы чаек завариваете, да? Да, да, чай. Блин, у меня чая нет, у меня есть только крыжовник. Ну, сирень тебе еще надо теперь, и все будет хорошо. Ну что молчите? Нет, крыжовник, он теплый или холодный? Со льдом или нет? Или ты его подогрел? Со льдом. А, со льдом, ну понятно. Ты в теплых странах, поэтому там как бы... Да просто в деревне сейчас плюс 30 и все, как бы тут Unreal иначе. Да, у нас тоже, на самом деле, жарко, мансардный этаж, но я все равно держусь и не потею, поэтому все будет круто. Ничего, сейчас запотеем. Да, а я не помню, мы, Никита, с тобой в подкасте предыдущем анонсировали Ваню или в пришоу только анонсировали, Ваня? Мне кажется, в пришоу, то есть можно анонсировать заново. Да, ну Ваня уже был, внимательные слушатели нашего подкаста и зрители, но зрители-то не видели, в тот раз Ваня был без видео стопудово, он в тот раз и без аудио был, мне пришлось там дорожку откуда-то доставать из жопы. Надеюсь, в этот раз у него ОБС не вылетит с ошибкой и все будет нормально, хотя, зная ОБС, скорее всего, так и будет. Но хотя бы он пишет на видео, а, видео-то тоже пишется в ОБС, ну все, короче, мы были с Ваней, если что, если до вас это не дойдет. Мы, если что, субхидры поставим. Да, ну короче, вот, и мы анонсировали, что сегодня с нами Ваня опять поучаствует, и мы будем разбирать всякие штуки, поэтому надевайте шапочки из фольги своей. У нас был как-то выпуск в шапочке из фольги, но без Вани, теперь усилим. Без меня, блин, ну как так? Усилим, да. Давай, давай, я не знаю, мы можем еще как-то растекаться? Нет смысла, скажем, что пишите, если хотите написать в следующий раз, что без Вани, напишите это нам на WorkSobac.io. WorkSobac.ru и можем, собственно, начинать запрягать, а то мы будем долго запрягать и быстро скакать. В негативных комментах к моим играм напишите, что без Вани, пожалуйста. И возврат денег в стиме. Возврат до отписка. Короче, первая тема. Я к Ване перед тем, как мы начали писаться, сказал, что Ваня, я специально подобрал темы, которые тебе тоже будут, скорее всего, интересны, по которым тебе будет что сказать. Ебой! Поэтому первая, это новый MacBook Air, который представили на DubDubDC на М2-м чипе. Ну, это всем интересно, я считаю. Это всем интересно, да. Особенно нашим слушателям и зрителям из России, которые не понимают вообще, каких мы... Которые, скорее всего, по два предзаказа уже оставили на каждый цвет. Там много цветов. Ну, короче, DubDubDC прошел еще в июне, месяц назад. И там, на самом деле, в основном были софтовые объявления. Софтовые. А не хардварные. Но поскольку, поскольку софтовых до хрена, а у нас сегодня все-таки ванен бенефис. Поэтому софтовые мы обсудим когда-нибудь потом. И то вряд ли. Ну, хотя, хотелось бы, конечно, хотелось. А сегодня хардварные. Из хардварных только два. Два новых MacBook'а анонсировали. Первый, это новый Air на М2-м. А второй, это новый Pro на М2-м. Но новый Pro не тот Pro, который был в 2021-м, 14-дюймовый, 16-дюймовый. А новый Pro, который был в 2020-м, 13-дюймовый, который был на М1-м. У них сейчас есть параллельно две линейки MacBook'ов Pro. Первый, это 13-дюймовый. А второй, это 14-дюймовый, 16-дюймовый. Через слэш. И те, которые 13-дюймовые, они были на чистом М1-м. Теперь они будут на чистом М2-м. А те, которые 14-дюймовые, они на М1-про и М1-макс. То есть на расширенных процессах. Ну и как бы спойлер-алерт, MacBook Pro на М2 говно полное. Но мы, собственно, сейчас конкретнее об этом поговорим. Собственно, про М2 это как раз вот это вот оно, да? М2 это вот новый эппловский чип. И он именно вот просто младший М2. Очевидно, будет тоже М2 Pro и М2 Max. Потому что, ну, как бы для тебя, Ваня, скажу. Никита-то это помнит, наизусть знает. Что М1 Pro и М1 Max это просто по арифметической прогрессии бутербродом проложенный М1. То есть М1 Pro это 2 М1, а М1 Max это 4 М1. Ну, понятно, что не в тупую скопипастину, но типа архитектурно это просто более большой проц с более большой вычислительной мощностью и так далее. А М2 это тоже как М1, но типа чуть-чуть новее. И из него потом, скорее всего, сделают М2 Pro и М2 Max. Опять же, просто настакают 2 и 4 соответственно. Так вот, новый М2, он просто чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, чем М1. Возможно, там плюс 150 новых бэкдоров. Этого мы не знаем. Но как бы сухая маркетологическая тема это то, что он на 10% быстрее в обычных CPU задачах. И процентов на 30-40 быстрее в GPU задачах. Слушай, ну да, 30-40 это главное, потому что вот у меня знакомый один, который дизайнер, он этот Mac ожидал еще давно. Так что, в принципе, он как предоказал, он как его хотел достать, так и достанет. Я говорю, он поэтому руку сломался. Руку сломал разработчик, вроде не дизайнер, или кто? Нет, дизайнер, без разницы. Ваня прерывается, это бесит. Алло. Ну ты что-то сказал, но мы не услышали, чтобы... А, я говорю, графический дизайнер. А, ну окей. А, ну это важно, конечно. Если бы дизайнер уровней, да и хер бы с ним, а вот графический это обидно. Ну короче, да, я сейчас скажу. Air, это уже крутой Air. Air, уже по мотивам MacBook Pro, который в 21-м году. Короче, там сложная схема. По идее, MacRumor, чтобы нарисовать диаграмму Ганта с циклами жизни, и чтобы было видно, что какие-то параллельно сосуществуют, а какие-то заменяют друг друга. Но, видимо, это только на Википедии такие рисуют, утопичные. Понимаешь, у Apple все для того, чтобы ты не вникал максимально. Ты берешь, и все, ты взял какой-то продукт. Вот у тебя есть 100 тысяч долларов. Вот ты взял этот продукт, все, ты не вникаешь. Какой там диаграмма Ганта? Фигма там работает, и все нормально. Да. Ну короче, проблема в том, что уже есть два плохих отзыва. Первое, это то, что M2 греется, как сучка. И он на 102 градуса греется, и начинает троттлить, и в итоге работает даже хуже, чем M1, если его не охлаждать нормально. А второе, это то, что во младших макбуках Pro на M2, которые на 256 гигов, стоит медленная SSD, которая медленнее, чем на M1. И ты такой думаешь, я как бы не вник, но, короче, говна наелась. Там еще цветов у них нет, по-моему, это, постельных цветов нет. Ну да, там они все темные, видимо, потому что анодировать алюминий можно только в темном. Не, ну на самом деле там есть серебристый и типа псевдозолотой. Ну ты если вот увидишь, здесь превьюшка ютубного ролика, и там видны как бы цвета. Не, ну надо же кому-то потом эти делать макбуки там со стразиками на золотой макбук с этими бриллиантиками. Ну вот да. Короче, кто хочет брать, кому прям жгет, можно взять M2 с 512 гигами SSD-шкой Прошку. Она хотя бы будет нормальная по скорости, и из-за того, что это Прошка, и там есть вентиляторы, может быть, не так сильно троттлится хотя бы будет. Хотя там как бы и Прошку с вентиляторами тоже тестили, и она троттлится. Поэтому беда. Я вот попросил себе именно на M1 Pro, и он по производительности лучше, чем M2 обычный. То есть M2 Pro, очевидно, его порвет потом, и возможно даже не будет троттлиться. А когда, получается, будет M2 Pro? M2 Pro, видимо, в сентябре вместе с новыми айфонами. Они еще даже не анонсированы, но как бы все понимают, что у них цикл примерно годовалый у техники. Поэтому около сентября или там октября это будет. Плюс, повторюсь, тот, который Прошка на M2, вот эта вот, которая вышла, она все еще с тачбаром. То есть она именно в старом кейсе, с большими рамками у экрана, без челки или без брови. Ну, короче, такое ощущение, что у них реально остались кейсы с M1 13-х. Именно кейсы, в смысле, ну вы поняли, сука. А сами оболочки алюминиевые. И они просто такие, ну ладно, окей, остатки под M2 продадим, и все. И потом они дисконтиниют вообще 13-дюймовые стопудово. Это прям последний 13-дюймовый. И у них будут только вот актуальные 14- и 16-дюймовые. Поэтому, а 14-дюймовые, они примерно в таком же кейсе по размеру. Но там нет засраного тачбара, который тусклый и беспонтовый. Там нет рамок и есть челка. Ну и как бы он именно менее округлый, он более прямоугольный, как мы с Никитой любим. Поэтому это как бы топ-1 решение. Не знаю, для кого этот M2 выпустили, я бы не брал. Не брать ни в коем случае по гобличу. Тупое говно, тупого говна. А вот Air типа крутой, но он и нихрена не Air. Вы если на картинке посмотрите, он достаточно толстый. Он достаточно жирный. Он достаточно про практически. Но в нем хотя бы нету тачбара, есть новые цвета и вообще он как бы норм. Мне, кстати, нравится темно-синий. Прикольный цвет. Он такой же, как у часов, мне кажется. Вот этот ремешок темно-синий. Ну да. Я хотел немножко, из-за того, что у нас ванен бенефис, я хотел немножко углубиться вообще в процессоры. Вот они там делают M2, M3, M4. И так они до M16 дойдут до винтовки. Но вопрос у меня такой. Вообще. Даже в Китае же делают. Мы не боимся, да. То есть у нас вообще заканчивается на Земле то, из чего мы делаем чипы. Или оно... То есть как-то в Apple вот про это не говорят. То есть то, что там люди практически голодают и добывают кремний-хренемний. Вот, где-то в Африках. Или же он у нас бесконечный. Вы мне просто скажите. То есть как-то это радужная сторона. M2, M2 Pro и так далее. А вот есть ли какая-то другая? Так подожди. Сань, давай разберемся. То есть получается M2 это все-таки новая херня. Да, это новый проц. И это именно младший. Новый младший. Выпустили по которому новый младший, да. Который, видимо, слепили. Вот и давай, если подумаем, какой у них там техпроцесс. Когда они его слепили? Когда они поставку отгрузили? Еще до веселых событий. Слепили точно до веселых. Спроектировали. Отгрузили еще и не отгрузили. Он все еще приордер. Ага. Двенадцатилетние дети в тряпках в одних добывают кремний. Какой техпроцесс? Вот такой те из камня. Берут, долотом стучат. У них отпадают там штучки. Ну, короче, это просто в тему тому, что все как бы понимают, когда будет эта прошлая часть. Нужно еще типа тоже подумать, как бы реально ли прошлая часть будет в сентябре, или может там какие-то дилеи будут в связи с чем-то. Мне кажется, уже не будет. У нас одна из тем в конце, которую я не включил в этот подкаст. Кек. Это, ну, которую я просто сегодня читал, когда готовился к темкам и думал, включить ее или не включить. Это то, что спадает ажиотаж на рынке именно флеш-памяти. Нанды. Вот. И, короче говоря, тема в том, что из-за того, что крипта обвалилась, и с видяхами тоже, их прям продают по многу уже, и сливают, и нету дефицита. Их некоторые продают даже меньше, чем рекомендуемая розничная цена. Вот. Поэтому... То есть, наоборот, вообще все хорошо у нас с железом. Не у нас, у них. У нас все плохо. У нас ничего не купить, ничего не ввести. Это, собственно, как раз к теме про российскую таможню, которую ты расскажешь. О, балдеж. Прикольно, прикольно. Ну, у тебя там еще есть темка типа про... Или это ты все скрестил? Я две скрестил. Как опа-опа, срослась. Вот. А смысл, повторюсь, мы, ну, как бы, мы... Либо кому-то не имется, и он выбирает Air на M2 и берет классно. Там есть порт 2 Lightning и магнитная зарядка. Либо он берет прошку 21-го года на M1 Pro или M1 Max, насколько денег хватит. И там есть HDMI, есть SD-карт-ридер, тоже 2 Thunderbolt и магнитная зарядка. Ну, и для наушников, естественно. Вот. Я из вторых. Не там, не там нет тачбара. Там вернули физические функциональные клавиши. И, в принципе, там, как бы, нету, повторюсь, рамок. Есть челка, и вообще он модный, красивый, стильный. Да, ноутбуки с челкой, это, конечно... Ну, вот и проверим. На телефоны тоже плевались изначально. А там это... На следующей неделе должен приехать. Возможно, в следующем подкасте я его покажу прямо на камеру. Ну, я видел про то, что чуваки, когда курсором ведут в моменте челки, у них немножко случается какой-то типа... Так он, наверное, прячется просто, курсор, туда. Или он огибать должен. Я не знаю, что он должен. Ты этого спроси у Тима Кука. А он тоже сказал, я откуда знаю? Они как реализовали, так и реализовали. А что там должен, я понять. У нас есть специальная Тим Челка. Тим Челка специальная, которая только челкой занимается. И там все спецификации есть. Я хотел еще продолжить. Раз мы Apple тему как бы немножко закрываем. Вообще, насколько, опять же, возвращаясь к бенефису Вани, к бенефиту, то если вот мы уже так глубоко в Apple инфраструктуре находимся, там у меня и MacBook на M2 Pro, и телефон, и часы, и так далее, и так далее. Насколько я вообще человек, который уже не выпутаться из вот этой информации, которая от меня исходит, так скажем, из пут глобализации. Ой. Или это сейчас отдельная тема на другой вопрос? Мне кажется, это зависит от твоей национальности. Спасибо за ответ. Следующая тема. Не-не-не, ну ты понимаешь, как прикол. Слушай, я тебе так скажу. Вот у меня, допустим, есть тут недавно знакомый один собеседовался в одну конторку там на продукты. И ему заявили, ну да, там нормальные, короче, ребята. Ему заявили, типа, ой, а ты это, национальность-то не та, это я к чему? Это к тому, что кто его знает, типа, в какой момент ребята из компании Apple решат такие, о, что-то вы напользовались своими девайсами, теперь это все кирпич. Конечно же, если реалистично это смотреть, скорее всего, так не будет. Просто как ты отфильтруешь условно импортированные там из Узбекистана макбуки, которые, а вдруг в Узбекистане осталось еще два хотя бы у самих узбеков. Просто все узбекские отрубить. Или Apple каким-то образом получит инфу о всех декларациях именно, ну о всех перевозках, именно все серийники, только вот те серийники, которые в Россию отправят. И будет ли так, что в бухгалтерии перепутали, кто-то получил за пупу, А кто-то макбук? Скорее всего, если будет какое-то ковровое решение, то, как правило, такие компании, если делают ковровое решение, они делают в минус. То есть, условно, короче, скорее всего... Типа насрать на Узбеках просто будет. Не-не-не, это наоборот. Ну, я неправильно сказал. Тогда в плюс. В плюс, да. То есть, скорее всего, будет какое-то ковровое решение, которое кучу людей накроют, но, условно, все, кто хитрый, они как бы остались хитрыми. Вот. И получили это, как это, бонус-трек. Да не, ну мы надеемся, что такого не будет, но просто, как сказать, мы же живем в зазеркальном мире, а не в реальном мире, поэтому волшебные события происходят каждый день. И прогнозировать сложно. Прогнозировать это все дело, да, бессмысленно. Как бы, бери Макбук, все нормально. Если что, потом поставишь в рамочку его... И будешь кофе на нем пить просто, и резать сыр на нем, да. Просто суть в чем, одно дело у тебя iPhone, там хотя бы есть тема, что ты активировался его там на сотовых вышках России, а Макбук-то ты как будешь фильтровать? Да хрен это проверишь, да. Но с другой стороны, как бы, знаешь, все эти чипы... Это же мы недавно, по-моему, с тобой болтали на тему этого, как его, Intel Management Engine или какая-то хренота, которая смотрит, которая вообще перехватывает там. Она что перехватывает? Она все, у нее просто тупо есть доступ к любому железу, и она тоже может чекать геопозицию и говорить, ага, этот узбек попал на территорию России, отключить, уничтожить, порвать. Вот, поэтому тут вопрос, как бы, насколько все серьезно будет. Ну, как бы, адекватное решение во всех таких ситуациях, это, короче, не думать про самое худшее. Я знаю, что это звучит странно, но это реально, как бы, самое худшее с самой меньшей вероятностью случается. С другой стороны, мы вот с вами подкаст запишем через два года, и мы будем такие... Так... Записываешь даже на Интеле, но только там 2002 или 2003 года там какой-то свой старый комп пересобрал, собрал, там, разобрал, и вот все, ты в нем записываешь, он, потому что не знает, откуда ты. Потому что где-то там, он где-то с 2005 года знает, откуда ты, а до этого он ничего не знает. Ну, это мой текущий сетап, я понял, так что никто не знает, где я. Хорошо, давайте пойдем к следующей теме, не будем здесь останавливаться. Следующая тема моя. Российская таможня начала закупать ПК по 300 тысяч рублей с устаревшими процессорами. Собственно, продолжая про процессоры. Интересно. Мне кажется, кого-то... Интересно, это все-таки откаты или нет, но давайте углубимся в тему. Оказывается, реально, центральное таможенное управление России закупает 200 рабочих станций, 200 компьютеров, вдумайтесь, ну, рабочая станция, что это действительно компьютер, которая каждая по 300 кусков рублей. А как бы сейчас рубль-то ого-го, это, соответственно, ну, бешеные деньги. И эти процессоры, в смысле, эти ПК, точнее, имеют процессоры конкретно Байкал. Байкал, причем такой, знаете, характеристики которого примерно Intel, который имел лет 15-20 назад, 20 лет недавности. Целлерончик такой, да? Да, 1,1 ГГц. Вот чистота, так скажем. Ну и вообще все остальное. То есть, в целом, тут есть другие требования, которые предлагались для этих ПК-шек. То есть, там 4 гигабайта, не менее 4 гигабайта оперативки DDR3 и так далее, и так далее. Но сам факт того, что там будут использоваться Байкалы, и они почему-то такие дорогие, вообще дико дорогие, они просто супер сразу дорожают. Там какие-то... Можно реально себе эти... Pro... Mac... Эти, как они называются? Mac Pro, хотел сказать. Ну да. Короче, вот можно вот эти мусорки напокупать, короче, себе поставить. Но просто реально супер диких денег стоит. И кроме того, что это диких денег стоит, еще и как бы устаревшее дерьмо. Понятно, что, наверное, на таможне это очень важно, чтобы никто кнопку не нажал, а не вырубил. И таможня не встала, знаешь, там нельзя было, короче, просканировать людей на нелегальные там... Виски и так далее. В чем еще отличие этих компов? В них встроен какой-то, знаете, телефон такой, как чтобы секретарше звонить. Вот такой, типа, агло, галочка, там отмени вот таможню у этого чувака, потому что у него там что-нибудь не то. Вот. Это особенность, как бы, этих компов. А все остальное, ну, и Байкал, как бы. Что мы имеем? Что мы имеем? Почему, интересно, так дорого, во-первых? А во-вторых, почему устаревшее? Ну, хотя, почему устаревшее, понятно, потому что, видимо, Байкал нельзя сделать таким топовым, как Intel, видимо, все еще. Без Intel Management Engine. Вот, да, без, видимо. Без этой. Вот. Вот такая интересная тема. Давайте поразмышляем. Выглядит это, как Северная Корея или нет? О! И хорошо ли это, что это, как в Северной Корее или нет? То есть, может быть, это же... Может быть, это и классно, что, ну, типа, обрубили, и никто не может управлять. Действительно, центральное таможенное управление хотя бы не встанет колом. Блин, я сейчас, Никит, тебя, короче, закину немножко в другом направлении. Обычно, мне кажется, ты любишь вот так, типа, в бок уезжать. Так. То есть, как бы, какое-то альтернативное мнение предоставлять, но тут, мне кажется, оно прямо на поверхности лежит. И оно очень, знаете, оно очень, как это, в синхроне с тем, ну, с тем, что люди любят в последнее время обсуждать на поводу фейков и прочего всего. Я не к тому, что это фейк. Я к тому, что, условно, ну, типа, там, я залез в эту темку, посмотрел комментарий, ну, это же Хаббр, на Хаббре комменты открыты, типа, ты идешь, смотришь, что происходит. И первый коммент, он прям будто считал у меня, как бы, с подсознания то, что я думал по поводу этой темы. Ну, и если первый коммент зачитать, там человек написал, мне нравится, конечно, как это преподносится, как будто Pentium 3 за эти деньги покупаются. Кому-то явно не нравятся российские процессоры, очень положено формирование отрицательного общественного мнения. То есть, как бы, я сейчас не к тому, что, типа, там, Байкал — это круто, или к тому, что, типа, ой, ребята там на самом деле ничего не откатили. Просто очень часто, ну, мы знаем тут, типа, в мире очень часто вещи работают как по ведьмаку. То есть, откатили и слева, и справа, украли и слева, и справа, там, как бы, там, они не хорошие, не плохие, они просто все, как бы, примерно одинаковые. И это просто выглядит, сама тема немножко, как то, что кому-то очень надо было сакцентировать на этом внимание, то, что, типа, смотрите, тут, получается, какая-то хренота. Может быть, это я сейчас вообще фантазия, то, что сами же чуваки, ну... Байкальщики? Байкальщики. То есть... Ой... Ну, тут можно думать, типа, для чего вообще может существовать такая, типа, негативная тема. Зачем такой негативный окрас, как бы, типа, ой, ребят, смотрите, тут, ну, как бы, тут все орет откат. Тут ты смотришь на тему, такой, боже ты мой, это звучит как распил какой-то, что происходит? Но, мне кажется, типа, тут интереснее копнуть глубже, и подумать, типа, почему вот... Почему вот это произошло, помимо, типа, глупого объяснения, то, что, а, ну, чуваки просто украли, их просто осветили. Потому что мы же все прекрасно понимаем, что в современном мире ничего просто вот как бы вот так, ну, оно не происходит. Классно. Мне больше всего нравится, что эти собаки лают еще на фоне при этом всего. Да. Я тебе по поводу этой собаки скажу, то, что, короче, у меня вчера голова вообще была квадратная весь день, потому что у меня с восьми утра лаяла бездомная собака под окном, где-то, наверное, часов до двенадцати. Просто жесть. Ладно. Обратно я к Байкалу. Саня, а вот ты как думаешь, вообще Байкал имеет жизнь? Он будет как-то, как М2 Pro когда-нибудь, или нет? Да, как тебе сказать? Мне кажется, нет у него... Была бы цель сделать как М2 Pro. Может быть, и был бы как М2 Pro, когда уже был бы М16. Причем и винтовка, и процессор. Вот. А, ну, есть ли такая цель, это уже вопрос. Просто, ну, опять же, мы же в зазеркальном мире живем, в нарисованном. Понимаешь? Поэтому, а вообще, о чем мы говорим? Ну, сделали и сделали. А где его делают? Ну, до этого делали на Тайване по бреду, от SMC. А теперь перенесут в Зеленоград. Да. А теперь, получается, в Германию. Блин, если делали на Тайване, могли бы там подглядеть все это у соседей. А видишь, в чем тема? Им запрещено именно по патентам юзать техпроцесс больше, точнее, меньше, чем 28 нанометров. То есть, Тайвань и то, наверное, расконсервили какую-то линию, которая все еще работает. Они запатентовали это, боже мой. Ну, так все, американцы все это запатентовали, именно американцы. Ну, то есть, Intel, я так понимаю, и там AMD, как-то, может быть, какой-то у них есть консорциум CPU-мейкеров. Поскольку я, короче, ну, хотел сказать, поскольку у меня есть очень классная аналогия на это из игр, короче. Есть такая игрушка, Стар Сектор. Короче, это условно такая космическая песочница. Не суть. Но у нее есть очень интересный лордный плод-твист. То почему там, там условно космическая песочница про темные века в космосе. То есть, короче, все стало плохо, все там, космическая феодальная раздробленность, бла-бла-бла. И там, соответственно, объясняется, почему, короче, все пришло к такому гигантскому упадку, почему все стало плохо. И реальное, неироничное объяснение внутриигровых причин, почему все так плохо, и почему все друг друга боюют, это потому, что, короче, производители чипов на все поставили эти copyright protection на свои, короче, чипы, и из-за этого невозможно ничего нового нормально производить. То есть, ты не можешь производить новые корабли, новые там, типа, оружия. Ты пользуешься всем старым, короче, поломанным в усрении. И я, когда сейчас, короче, ты сказал про то, что там Intel запатентовали все до усрачки, причем я понимаю, что они это сделали, как бы, это логично в целом звучит, но ты как бы не можешь не думать про то, что система просто сломана. Ну да, так и есть. во-первых, запатентованы сами технологии, во-вторых, запатентованы оборудование, на котором это может производиться. И, соответственно, ты ничего не можешь сделать просто потому, что даже купить станок, который это делает, ты не можешь, потому что, ну, точнее, они там могут, они не могут в России отгружать оборудование на этих станках произведенное, иначе им их перестанут тоже поставлять, и у них все накроется тем же местом. Слушай, но может быть мы будем отгружать это в специальный танкер посреди Атлантики? Ну да, и там не будет юрисдикции, именно на этой линии, короче, будем... Ну, короче, вот да, это переносит сейчас в Зеленоград, но более оно лучше от этого не станет. И, повторюсь, вопрос, это просто как бы сейчас все сценарий, ну, типа, нам рисуют просто картинку там импортозамещения каких-то процов, а реально, если там суперсильно вникнут, Байкал вскрываешь, как в меме про Скуби-Ду, маску снимаешь, а там там просто Core 2 Duo какого-нибудь года, и все. Хороший вопрос. Интересная тема. Давайте пойдем дальше к следующей Ванино. Причем я, чтобы открыть Ванину тему, видимо, надо включить VPN. Да, но перед этим у нас есть Smart Tape. Это не Ванина тема. Это я позволю себе рассказать о том, что время идет, политическая ситуация меняется, экономическая ситуация меняется, а домен на Smart Tape все так же стоит 195 рублей в год всего. А безлимитный хостинг был просто, потом 2.0, теперь уже 3.0 на быстрых SSD дисках 145 рублей в месяц. Ну, то есть, ничего более стабильного в жизни, казалось бы, уже не существует и не будет существовать. Поэтому ныряйте по ссылке в описании, и если у вас хоть какое-то подобие бизнеса еще осталось, и вам надо что-то захостить в России, то вперед. А подожди, они биткоинами принимают? Без шуток, чтобы ты понимал, там супер дохренища. Там шлюз именно ISP менеджерный внутри Smart Tape, и да, принимают крипту без шуток. Вот, вот это я считаю, если вы ждали сигнала оформить себе хостинг на годик, то вот он. Я правда не пробовал кликнуть, может быть, ты там кликаешь, и там просто какое-нибудь 403, потому что оно залито, но не имплементированно. Но в админке реально, когда ты оформляешь это, там это есть все. Это, знаешь, как кинопаб. Ты хочешь оплатить кинопаб, и там какие-то 100 миллиардов шлюзов от всех вообще, которые я ни разу не слышал там. Подожди, это интеграция от кинопаба еще, да? К сожалению, нет. Кинопаб у нас просто черной нитью, именно не красной, а черной нитью по всем подкастам проходит, мы его просто славим, потому что нам нравится. Да мне, слушайте, меня тоже вчера кто-то ширил про кинопаб, короче, прям мы сидим, играем в эту, я стою на медиа, и мне тут про кинопаб рассказывают, ты такой, боже ты мой, что происходит? Ну, это просто топ. Мы не сговариваясь, понимаешь? Ну. СМИ. В B2B-каталогах крупнейших российских дистрибуторов OCS и Merleon пропали процессоры Intel, остались только AMD, продолжая железную тему на самом деле. Итак, так вот, вообще, о чем тема? О том, что просто для бизнеса, для бизнеса, оказывается, все-таки пропали процессоры Intel. Вот мы возвращаемся, типа, вы мне такие, M2, M1, выпускаем, новые, туда-сюда, но оказывается, в процессорах все-таки нуждается бизнес, и оказывается, нехватка в России конкретно. То есть, обычные чуваки могут себе купить, пойти там в DNS, купить себе, что-нибудь на процессе Intel. но бизнесовые чуваки, чтобы крупно, оптом, по дешевочке купить Intel, уже не могут, остались только AMD. Соответственно, что это? Что мы имеем из этого всего? Во-первых, мы имеем, что Intel круче, чем AMD. Это сразу, сразу вывод. По-моему, это просто пиар Intel сейчас был всей статьей. Подожди, а почему это пиар-то? Почему круче? Они не справились, так сказать, с рыночным наплывом? С одной стороны, не справились, с другой стороны, Или просто разобрали уже. Да, конечно, то есть, это нужно. AMD, значит, не нужен никому. Как Xbox, который не продавался, а PlayStation весь продался за одну секунду. Вот, но я сделал выводы. Но на самом деле, конечно, с Xbox и PlayStation там может быть другая схема, хотя хрен его знает. Но вот с Intel конкретно, выглядит так, как будто бизнес скупил весь Intel и теперь не может больше купить его вообще. Интересно, есть ли у Мерлиона и у OCS Байкалы вот так вот оптом закупить можно ли? Это уже как-то я не понял, если честно. Вот такая нехватка произошла. Что вы думаете по поводу этого вообще, ребятки? Да, как тебе сказать? Железная тема. Да, просто не совсем понятно. Ну вот, нам бы ответ был AMD просто реально очень много осталось или их просто ввозят? до сих пор, а Intel не ввозят. AMD также официально прекратили поставки своей продукции. это я вижу, это строк, именно строку. Но вдруг именно по Мерлион и Оу, кто там вторые, CS, уже обошли и AMD там уже узбекские, а Intel нет. Потому что, опять же, AMD такие, да ладно, из Узбекистана 10 процессоров привезем, нормально. А Intel такие, ну нет, мы все-таки выследим, заблокируем, как бы, и еще это, набутылим узбеков. Ну вот вопрос. Как я понял, как я понял, вообще для процов все еще у нас в России, в смысле все еще, только налаживаются еще поставки, то есть они там еще думают, как сделать параллельно из Узбекистана Intel, AMD из Туркменистана. Вот. То есть они еще не знают, как это делать, пока что. поэтому они, видимо, не поняли еще Intel все-таки откуда покупают. Я так не знаю, знаешь, здесь не раскрывается, AMD уже намутились или нет. Не, но тут вопрос в том, вообще, куда это все тратится. То есть, может быть, просто у тебя квот, куда тратится Intel-овский, больше, чем куда тратится AMD-шный, вот тебе и получается. Это то же самое, как с чипами. Вот там любят говорить про то, что типа, ой, там все эти майнеры скупили все видеокарты, поэтому нет видеокарт, и поэтому нет чипов. Потом ты начинаешь рассматривать, куда уходят чипы, и ты такой, ага, у тебя, чтобы произвести машину, нужно там типа 32 разных чипа, что там, ну, современную машину, а не машину 15-летней давности. Или тебе, допустим, для любой веб-инфраструктуры нужно найти эти же чипы. То есть тут как бы такая же тема, куда это все дело уходит, и нужно разбираться, понимать, типа реально, правда там как бы просто никуда эти AMD-шные, ну, типа не уходят условно. Там никто никакие там тендеры не подписал, чтобы короче кому-то что-то поставили. Не знаю. Есть вариант еще, что у нас есть какой-нибудь крупный игрок B2B, который скупил весь Intel вообще для чего-то. Вот. А AMD как бы оставил как вариант тоже. Ну, в общем, а еще вообще это может быть решение в моменте. Ну, то есть как бы сегодня так, а завтра уже такие, ну, ладно, мы вернули. Ну, или что-то в этом духе. Ну, ждем, когда вернут, так скажем. Мне кажется, что это вообще... Но для, опять же, для бизнеса, я напоминаю, что вот я на работе, на той, на которой я сейчас работаю, там типа B2B должна быть закупка, наверное, iPad'ов, и они что-то как-то долго с этим тянут. Такое чувство, что с iPad'ами так же сложно, как и... Хотя мы смотрели для обычных людей, да, можно же купить iPad. Но вдруг они что-нибудь именно официально как-то по каким-то привычным уже каналам делают, типа у них договор с кем-то. Ну, да. С компанией X. Компания X им говорит, ну, мы как бы сейчас не можем. А они сейчас сидят и думают, швырнем мы компанию X и переключимся на компанию Y. Или как бы вот что-то будем придумывать. Вот, я думаю, в этом ключевая, так сказать, тема. А это еще в чем ключевая тема? В том, что у меня все зависло, у меня не двигается ни мышка, ни клавиатура, но я вас слышу при этом. То есть компьютер не завис, но как бы делать я ничего не могу. Это потому, что у тебя Intel, видимо. Ну, да, но я не знаю, что делать. Нам или... А я даже не знаю, как перезапустить. Если я сейчас просто нажму ребут, то, ну, у меня, возможно, и не сохранится ничего. Может быть, у тебя отлагает? Ну, я попробую. Повторюсь, вас-то я слышу, это странно было бы. Подожди, а у тебя на... Ты же на Windows сейчас находишься? Да, на Windows. Может быть, просто Ctrl-Alt-D попробовать? Ну, я пробовал уже, и Ctrl-Shift-Escape, и Ctrl-Alt-D, но как-то не очень. Ну, это нормально. Пора переходить к моей теме. Давай-ка к хакерам перейдем. Мы, смотрите, я могу просто открыть на ноутбуке темки. Ну, там их смотреть. Ну, как бы мы... Если отлагает, то хотя бы я смогу засинхронить наши голоса, потому что, ну, мы... Я могу так и быть. Давайте так. Продумаем самый плохой момент. Самый плохой момент, у меня не отвисает ничего, и у меня остается только телефонная моя дорожка. Если телефон еще пишет, я не знаю, пишет он или нет. Допустим, он пишет. У меня остается телефонная дорожка, у вас остается ваши звуки и видео. И мы их синхроним потом. Да, мы их синхроним, я не знаю как. Просто придумываем, как их засинхронить. Надеемся, что у Никиты громко в наушниках Ване и я звучат в какой-то момент. Я подгоняю под это что и как. Можем хлопать в первый момент все вместе такие пам. Ну, мы... Ну, да, может быть, там хлопки слышны где-то. Хотя я очень рано хлопнул, моих хлопков уже нигде не будет слышать. Ну, короче, допустим, мы как-то это засинхроним. Вот. Это самый плохой кейс. Хороший кейс, оно отлагает и просто у меня, ну, там, последние несколько тем, получается, три, четыре не будут скринкаститься. Вот. И все. Третий вариант, мы вообще все заново очень быстро пишем, но не очень хотелось бы, потому что это тупняк. Можно просто, как нам говорили, плохой сделанный подкаст лучше, чем не сделанный, поэтому можем просто видео на фоне какого-нибудь космоса нас троих подставить и все. Ну, потому что, ну, или там, я не знаю, скриншоты темок ставить. Ты сейчас очень много вариантов предложил, видимо, чтобы подождать, пока отляжет. Скажи просто, какой нам более приемлемый? Да никакой, надо писать дальше. Вот и все. Мне охота заново, потому что у меня в любом случае времени еще час десять. Ну, давайте записать. А лучше даже час, а не час десять, чтобы я успел там что-нибудь сделать. Мы не паузимся, ничего, продолжаем, да? Да, мы просто продолжаем. Сейчас я на буке открою про Минчикво. Ну, просто моя темка следующая, я же в этом как бы включил. А, мы Ванину сейчас ставим. Ну, давайте. я обыску мою тему. Давай, сейчас я тогда открою. Я хотел, вот темка, с которой я пришел, это про то, как злые хакеры отмывают миллионы. Ну, сначала я пройдусь по самому содержанию темы и что тут вообще, в принципе, произошло. Потом, как бы, я хотел адресовать как-то более широкий вопрос, с чем это все связано. То есть, какая-то сама тема звучит так, то, что какие-то злые хакеры отмыли миллионы, которые они смогли спереть из блокчейна Harmony. Конкретно у Harmony есть такая штука типа Horizon Harmony протокол. И вот, как-то они там нашли какую-то уязвимость и смогли это спереть. Я не знаю, нужно ли какое-то типа пояснение, что это за блокчейн, там, примерно, что это за там Harmony протокол. Ну, в общих чертах есть такой блокчейн Harmony. Так. И он, на нем размещено, как это, на нем размещены другие криптовалюты. У них есть свой собственный токен, это там, по-моему, он называется One, вроде бы. И на нем еще размещены такие, как это, Wrapped-версии других криптотокенов. Там того же биткоина, там эфира, короче, вот даже, ну да, вот в Wrapped Ethereum, Avis, ну, короче, не суть. И хакеры смогли через вот эту вот обертку, которая обеспечивает врапнутость, ну, других токенов на этом блокчейне, смогли их, короче, спереть и отмыть, и там, плохие и злые хакеры. Так. К чему вообще сама тема? Меня эта тема больше не заинтересовала даже не тем, что, типа, а, там, короче, конкретно вот в этом-то конкретно блокчейне, какой он плохой, взяли, там, слили деньги, все такое. Меня конкретно интересует больше момент, что, условно, этих тем, то, что там какие-то хакеры что-то сперли, что-то сделали, появилось очень-очень много. И в последнее время, ну, я думаю, как бы вы все, кто там немножко в инфополе что-то там смотрите, читаете, все, кто как минимум, ну, связан хотя бы даже с диджиталом, сойти-то даже кто-то кто-то не связан. У меня, блин, моя подруга мне кидает эти эти темы, как то, что там, а, там, какие-то киллнет положили там, не знаю, сайт, там, Минфина США или что-то такое, короче, ну, вот, сам феномен вот этих, короче, хакерских атак и вот этих тем, он стал очень часто, как бы, очень много их стало. И мне лично интересно именно, ну, поскольку, как это, взломы уже бывают очень разные, то есть, допустим, существует, взломать, скажем, сайт, это одно дело. Сайт, особенно, который никуда не ведет, который там ни на что не влияет, в нем нет никаких там, он ни с чем не соединен, это условно просто лендинг какой-то. Это как бы, это одно дело. Там, условно, взломать атомную электростанцию, это как бы другое дело. Это типа, это, к этим взломам можно подходить как к проектам, то есть, условно, взлом какой-то большой фундаментальной штуки, это проект, там, типа, года на три может быть. То есть, там, это, типа, это нереальная задача. То есть, это как бы, это готовится очень долго, огромным количеством людей, там, типа, ну, это реально, как будто ты делаешь какой-то большой проект. А, соответственно, положить там, ребята задудосили какой-то сайт, это, соответственно, ну, это вообще другое, это из разряда флешмоба, люди вышли на пикет, поставили себе, короче, отправлялку пакетов с компа и сидят такие вместе дедосят, короче, ну, молодцы. И мне просто очень интересно то, что, условно, куда, по-вашему, падают подобные темы про взломы денег, это скорее какая-то реально организованная штука, чуваки шли там, организовали, чтобы отмыть, типа, своровать кучу денег, или это, может быть, даже сам блокчейн против себя производит, как это, атаку, и это как инфополе какое-то выкидывает, чтобы, не знаю, там, дампнуть цену своего токена, чтобы откупить его дешевле. Ну, то есть, как бы, как вы это вот видите, как вам это ощущается, что это по-вашему, какие у вас мысли есть на эту тему? Давай я быстро свои дилетантские мысли. Мне кажется, что, а что если это реально, ну, реальные новости, то есть, как бы, это не сфабрикованные новости, почему я думаю... Это реально что-то украли. Во-первых, что-то украли, а во-вторых, постоянно взламывают в последнее время. Я просто заметил, потому что у меня есть небольшие инсайды, так скажем, по российским ресурсам, и конкретно, вот, например, CityLink магазин. Это, к сожалению, не реклама, где, опять же, можно купить процессоры. Вот. Настолько, короче, хакеры наблатыкались, там практически школьники наблатыкались уже, что, короче, сначала начиналось то, что они просто там, условно, дергали опихи CityLink, да, чтобы там что-то положить. А сейчас, я говорю, чуть ли не докер-образы лежат, чтобы их атаковать. То есть, там настолько уже, короче, как-то все... На поток. На поток поставили, то есть, почему-то зачем-то делать. Потом, короче, госуслуги вот, тоже были, были атаки, висело полностью там, все услуги, короче, в них. То есть, понимаешь, есть такое чувство, что все-таки есть эти атаки, и как бы просто хакеры активизируются. А вот почему они активизировались, может быть, просто... Почему они активизировались? Вот что им надо? Может быть, им просто денег надо, я не знаю. Может быть, просто... А, смотри, знаешь как? Может быть, представим себе, что мы сейчас находимся в GTA San Andreas, и там есть такой момент, когда в GTA San Andreas везде в Лос-Сантосе начинаются пожары, разгромы, короче, и все начинают телевизоры выносить из домов. Вдруг, вообще в интернете сейчас вот этот так называемый период с Андреаса Лос-Сантоса, когда все начинают телевизоры выносить. Типа как макротренд. Все внезапно проснулись такие, блин, пора взламывать. Ну, типа да, начинается мародерство, то есть люди, которые могут смародерить. Конечно, когда мародерство начинается... А, то есть это типа как мародерство, ну я понял, то есть идея. Интернет-мародерство, да, да. То есть, как бы, когда начинается хаотичная смута, не все идут телевизоры выносить, да? Кто-то спокойно, тихо закрывается у себя дома, под столом сидит. А кто-то идет телеки ворвать. Вот здесь просто есть люди, которые... У них есть возможность сворвать телеки, вот они это делают. Блин, нифига себе телек на 100 лямов, но нормально. Ну, тут в других масштабах, да, немножко телеки. Ну да, да, да. Мне просто, мне лично это все очень интересно, потому что, как бы, я люблю смотреть на интерконнективность событий. И мне вот, ну, сейчас мы уже шутили тут про то, что вон там в смарт-тейпе можно оплачивать криптовалюте. В принципе, все упало, время оплачивать криптовалюте. Вот. Мне просто очень интересна, как бы, тема, где, короче, все падает и начинаются хакерские атаки. И причем есть ощущение, что сначала все падает, а потом хакерские атаки. Но может это наоборот, как вы проживаете. Тут вот... А ты, Саша, что думаешь? Как тебе это видится все дело? Да я дохрена что думаю. Когда году в 2018 или 2019 первый раз взломали NiceHash, это была, как бы, и биржа, ну, и она и есть, и большой майнинг пул. То я тогда в первый раз задумался о том, что это не злоумышленники, скорее всего, сделали. Точнее, это сделали злоумышленники изнутри, потому что суть в чем? Суть в том, что они вернули эти деньги, но вернули только процентов 60 и только через года полтора. И они их возвращали прям частями. То есть, по факту, если это была бы внутренняя игра, то они полтора года пользовались активами абсолютно всех своих клиентов в любых абсолютно масштабах. Хоть спекулятивных, хоть в чем. То есть, это как бы, ну, особенно учитывая... Это такой беспроцентный кредит. Да, это правда. С отрицательным процентом. Вот, вот да. Это, кстати, такая же подобная история была об этом, по-моему, в 13-м или каком-то году там биржа такая была, очень большая биржа, МТГокс, по-моему, называлась. Это то ли 13-й, то ли 14-й год. И там тоже локально, типа, биткоин там вырос хорошенько, и внезапно все взломали, он такой падает на 80%. Все такие, аааа, боже мой. Ну вот, да. То есть, первый вариант – это тупо денег заработать. А второе – это вот нам с Никитой в другом микрочате рассказывал. Чувак, классическая схема, когда ты просто сжигаешь свою какую-то штуку, чтобы замести следы. Ну, то есть, ты буквально, допустим, есть у тебя какие-то документы, и ты не хочешь, чтобы их нашли, ты просто тупо сжигаешь все здания. Сука, Шреддер. Да, чтобы, да, не нашли эти документы. Ты их не в Шреддер пропускаешь, чтобы создание сжигаешь. Да, и ты, как бы, ладно, когда через Шреддер ты пропускаешь, то понятно, что это был ты. А здесь нет. Ты, как бы, все это спихиваешь на неких злоумышленников, которые это, типа, сделали, но на деле от этого выиграл ты, а не злоумышленники. То есть, это второй кейс, который может быть. Третий – это, ну, как бы, Никитин кейс, понятное дело, что там, ну, да, есть тема, что сейчас просто вакханалия в мире происходит, почему бы и не повзламывать. Но, опять же, может быть, и четвертый кейс, что вакханалия в мире происходит, и много кто приплачивает кому-то там, чтобы что-то взломали, и на этом банально какие-то конкуренты поднимаются. Вот этот вот найм на Reddit, пожалуйста, придите на наш, там, марш, там, протестов против того-то, да, вот этот знаменитый 20 долларов и приходите к нам, короче. Это один из них, если реально это просто, как бы, кидают клич, и кто-то, а есть, ну, наверное, какие-то каналы, связи с крупными хакерскими группировками, типа. И им прям, ну, пишут на почту, говорят, здравствуйте, извините, а можно вот этих вот взломать? О каких суммах пойдет речь, чтобы вот вытащить оттуда, там, 100 миллионов? Ну, то есть, это же такая тема. С другой стороны, опять же, вот если я смотрел много, не если, а просто я смотрел разные там сериалы про детективов, да, там, элементари и так далее, и там всегда есть такая тема, что, допустим, крадут какие-то уникальные, суперредкие картины. Как правило, воры не разбираются, какие из них редкие и классные. Это практически всегда заказ, хотя бы, если не из той же, так сказать, тусы. Ну, да, это типа Вася нанял Петю, когда он нанял Машу, да? Да, потому что Вася точно знал, что у Пети есть ценное, и куда это потом можно сбыть. Но сам это он не будет своими руками делать. Да, он не будет это делать своими руками, но, тем не менее, все равно к Васе это можно проследить, потому что, как бы, ну, условно, вот есть, допустим, какая-нибудь пригород Челябинска, типа Копейск, в нем, там, не знаю, 20 тысяч человек. И украли именно какой-нибудь, там, раритетное пианино. И стопудово в Копейске только, там, три человека, которых потенциально это вообще заинтересует. Ну, понятно, что тупой абсолютно пример, но, допустим, возьмем, что это Копейск в вакууме, а не рядом с Челябинском, рядом с Казахстаном. Да, очень маленький Копейск, и в нем известно все прозрачно, то есть, как бы, да? Да, да, то есть стопудово это либо Петя, либо Вася. И, как бы, ну, ты приходишь либо к тому, либо к другому, подглядываешь, у кого там следы на, господи, следы от грузовика какого-нибудь на участке, и понятно, к кому там что привезли. Кстати, вот эта штука, которую ты сейчас описываешь, это, кстати, очень интересный поинт с точки зрения деанонимизации. И причины, почему, допустим, как бы какой-то контролирующий управляющий орган, он, допустим, для него вот такая атака, и если это все, как бы, закрутить, типа, в направлении того, что, типа, вот, смотрите, они это украли, потому что не было, потому что там была анонимизация. А если было бы не анонимно, мы бы знали, где эти деньги. Ну, вы понимаете, условно, как бы, я честный к тому, что, типа, управляющий орган нанял хакера, чтобы они это сделали, это, как бы, ну, это совсем шапочка из фольги. Хотя и это тоже, как бы, ну, почему бы не сключить. Это, как бы, ему очень выгодно, типа, вот это настроение в обществе, когда, типа, все взламывают, и, допустим, ну, ладно, окей, допустим, ты сейчас сидишь такой, у тебя там твой рубли в Сбербанке, ты такой, да мне пофиг, у меня там 200 тысяч моих рублей в Сбербанке, мне вообще ничего не надо, как бы, отстаньте от меня, я просто работяга, мне как бы нормально. А тут, бац, у тебя, короче, Сбербанк такой говорит, ну, пацан, как бы, тут у нас больше мы систему, короче, этих, там, пин-кодов или еще чего, короче, не используем, и теперь у нас все, как бы, там, не зашифровано, и еще какое-нибудь говно, ну, что-нибудь придумают, какая-нибудь там, какая-нибудь тема нереальная, там, начинаешь читать, такой, блин, что там вообще, что за херня, и он говорит, ну, твоих денег больше нет. И ты такой, блин, вот представь себе, вот если такое происходит с работягой, насколько он становится за то, чтобы всех деанонимизировать, вообще всех. Ну, да, да, стопудово, он становится сильно за. Всех токенизировать, всем по QR-коду, я хочу знать, где Петя берет свои деньги, чтобы я знал, что точно он не, это, там, точно не гигброд. Да, да, слушай, это интересная тема, да, что вот больше всего пострадают, как всегда, люди, у которых последняя. У кого есть что отбирать, да, хочешь сказать? Да нет, есть как раз много, у кого есть что отбирать, но пострадают те, у кого отобрали последнее, и для кого это прям супер критичная тема и так далее. Потому что если у богачуги отобрали, там, 10 миллиардов, но у него есть еще 70, это как бы обидно, но он, в общем, проживет, особенно учитывая, что там бургер стоит 2 бакса, хотя уже нет, вот, но допустим. А когда у работяги отобрали не 10 миллиардов, там, а, как ты говоришь, 200 тысяч, но ему банально после этого не на что купить бургер, это его загоняет в более худшую позицию. Да, как-то мы в грустное какое-то русло погрузились. Ну, это не то, чтобы в грустное, эта тема, я почему сказал, что эта тема даже, она больше не про саму тему, потому что там, типа, а, вот эти какие-то там хармони, что-то там детали, она именно про, она больше про макро, типа, наличие вообще, в принципе, хакерских атак, что это, чему это приводит, почему вообще это происходит, типа, ну, это интересно пофантазировать на эту тему. Ну, да. Знаете, еще про что интересно пофантазировать? Да. Про то, почему 5G-модемы Apple не будет ставить в новые айфоны, которые выпустят в 23-м году. Что, серьезно? Да, Минчи Кво, это один из крупных аналитиков сливеров, именно сливеров по поводу Apple, вот, и он написал, что, типа, скорее всего, Apple обосрались, все еще не сделали свой 5G-модем, и все еще даже... И там 6G, да, следующий. Ну, это понятно, но вот они еще 5G-то не сдюжили, и, короче, остается все еще Qualcomm единственным сапплайером 5G-модемов в мире, и, соответственно, в 23-м году в айфонах все еще будут Qualcomm-овские модемы. И я, опять же, эту тему не ради, как бы, деталей по поводу того, что Apple или Qualcomm, а по поводу того, что конкретно есть только одна компания в мире, которая производит 5G-модемы. Насколько это вообще секьюрно и хорошо, учитывая, что все равно все там будем? Ну, типа, сейчас 4G уже, что? А у китайцев что? А Qualcomm, ты думаешь, не китайская компания? Мне кажется, это и есть китайская компания, сейчас посмотрим. Ну, так если китайская, то, значит, ну, а если китайская, значит, все понятно. Ну, нет, Сан-Диего, Калифорния, но, как бы, опять же, они стопудово производят в Китае, стопудово все запатентовано. Я думаю, Qualcomm – это город в Китае такой. Я думаю, что в Китае нет еще 5G, так же, как в России. В Китае 7G уже там, 94G. Давайте посмотрим 5G-сети в Китае. Да, вы что, там все есть, это Китай. Китай запустил крупнейшую в мире 5G-сеть. Так, 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 может быть, какой-нибудь Huawei у нее, ну, просто давайте так. Ну, напрашивается, да. Мин Чик Вой пишет, что… А, ну, нет, у Интела тоже есть 5G-модемы. Просто, короче, Qualcomm как-то повязан с Apple. И, видимо, только Qualcomm может обеспечить, как мы уже говорили в прошлом подкасте, что когда Apple оставляет заказ, его очень сложно обработать, потому что они говорят, нам нужно 10 триллиардов 5G-модемов. И все компании такие, ну, окей, ладно, у нас есть 5 миллионов, мы пойдем с Samsung их продавать. А с Apple, пожалуйста, разговаривайте те, кто может 10 триллионов. Которому способен это поднять все дело. Да, да, и, видимо, это только Qualcomm. И, видимо, Apple пытались собственные разработки вести, но не видимо, а Мин Чико говорит, что они дальше их ведут. Просто к 23-му уже стопудово не успевают, и, видимо, только к 24-му. Кстати, 5 триллионов там, чего там, короче, им надо? Ну, вот, да. Ну, видишь, одно дело 5 триллионов, другое дело концептуально изобрести 5G-модем. Видимо, это непросто с точки зрения архитектуры и так далее. Опять же, кто его знает, почему они обосрались? Может, они хотят уменьшить энергопотребление параллельно? Может быть, они хотят туда бэкдор, опять же, какой-нибудь свой всунуть, и никак не всовывается? То есть тут, ну, вариантов много. Дором там по-другому. Сначала делаешь нормальную... Это как с водкой. Сначала делаешь клевую водку, все ее покупают, все балдеют, а потом, короче, начинаешь гнать паленое. Ну, Apple уже много чипов сделали. Видимо, они вот пытаются заместить все ключевые чипы у себя в девайсах, и как бы... Ну да, я шучу. Понятно, если у тебя есть бэкдор на уровне братца, нафиг тебе бэкдор на уровне модема. Ты просто к модему получаешь доступ, как бы, и все. Поэтому не знаю даже. Но вот такая новость, чисто, опять же, ради того, чтобы сказать, что кто-то что-то пытается делать, типа, не глобально, а именно, ну, как бы, локальные какие-то штуки, но и то не получается. Прикольно, прикольно. А хотя тут в конце, кстати, написано, что Coilcom так-то отбрехивался и говорил, что они могут только 20% подставить чипов к Apple. Но тут они вдруг сделали заявление, что они и 100% успеют. Видимо, они где-то все-таки танкеры разместили с линиями секретными, на которых их будут производить. И, собственно, поэтому... Что-то их в маркетинг-отдел заработался, я смотрю. Ну, что-то да. Либо они это говорят, а это на крови, на кости детей китайских как-нибудь будет, там, или африканских производиться. Либо оно уже все сделано, как бы, они просто такие, типа, ну, мы тут... Ну, они цену набили, может быть, как-то, что-то еще. То есть тут, опять же, это тоже хрен распутаешь. Вообще, B2B-шный мир вот этот, закупочный, мне кажется, он настолько многогранный и интересный, что я до сих пор не понимаю, почему никто еще ничего не слил про это. Почему нету нигде инфы о том, как это все происходит там и так далее. Может, если кто-то начинает сливать, ему сразу говорят, а, ты конспиролог. Его маркируют как дегена. Маркируют как дегенератор просто, и все, такой, типа, блин, ты че? Мне кажется, там просто уничтожить сразу происходит. Ну, или так, да. По той гифке, которая нас в чате кидает, где ракета в котика падает, просто бух-бух, вот так и все. Я думал, там, где тампон вылетает и убивает. И так, да, пуму. Там может быть еще по такой причине, что люди, которые в этом задействованы, ты знаешь, когда ты, допустим, сидишь и делаешь какой-нибудь проект, типа, очень долго ты уже рыгаешь от него. Ну, просто ты не можешь на него смотреть. И там также, короче, каждая сделка, это, типа, столько ебли. Ой. Ну, посмотрим, да. Да, вот. Смешно, что люди там рыгают от куалкомов. Да, каждая сделка, это столько, короче, боли, что потом они такие, так, это уже сливать еще я, я не хочу к этому вообще прикасаться. Да, это я шучу. Прикольно, прикольно. Ну, все, что? Переходим. У нас есть заключительная Ванина тема еще. Предзаключительная. Никита, можешь про Бусти рассказать перед Ваниной темой? Да, предзаключительная тема – это Бусти. Бусти.ру, правильно? Точка ТО. Блин, я не могу запомнить. Бусти.ТО, Бусти.ту, получается. Видимо, да. Слэш и вебдизайн. Заходите, подписывайтесь. У нас, знаете, что сейчас есть для вас? Вы офигеете. У нас есть футболочки для вас. Мы их высылаем. О, есть черненькие. Есть черненькие. В том-то деле. Почему все позарились? Потому что есть черненькие теперь, и есть беленькие теперь. И реально всем надо. Как я понял, что мы прогадали с прошлым цветом, и надо было сразу черно-белые просто делать. И черные, и белые, я имею в виду. Потому что люди во Францию даже заказывают. Сегодня писали из Турции, что хотят в Турцию. Так что мы отправляем в разные уголки мира, так как у нас слушают. Не, но из Турции это бывшая из Питера, так что. Ну, это правда. Но какая разница? Я думал, ты скажешь, что из Турции как раз футболка уехала сначала из Турции к нам, потом обратно в Турцию возвращалась. Потому что там ее сшили, так скажем, вот. И Миша ее потом доделал. На самом деле нет, Миша там сам шьет. Ну, ткани, может быть, они из Турции заказывают. Как бы это такая тема, не изжитая. Я много слышал челябинских, типа, бутиковых ателье крафтовых, где, да, именно из Турции ткани заказывают. Ну вот, да. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на boost.to. Слышь и веб-дизайн. Кроме футболок, там есть доступ к нашему пре-шоу, Которую мы записываем. И там оно лежит. И можно спокойненько послушать. Будет еще дополнительный подкастик. И попасть... Пришел это балдеж. Это абсолютный балдеж. Пришел это абсолютный балдеж. Попасть в закрытый чатик. Где можно даже заранее темки посмотреть, которые будут на подкасте. В общем, там очень круто пообщаться с такими же богатейми премиум-класса, Которые там сидят элита самая просто. Самый сок трехглазые люди вот эти вот, которые там у нас обитают в закрытом чатике. Обязательно подписывайтесь. Тут самое главное, что можно неироничные стикеры туда или там гифки, картинки запихать, Перед тем, как это все еще релизнуло, чтобы это... Да, можно. Можно запихать что угодно. Вот так. Поэтому смотрите ссылку в описании, а мы пойдем дальше к Ваниной теме. И вторая тема, которую я хотел притащить... Скажи, Ваник, что открыть? Здесь много ссылок. Фулл текст, PDF, фулл текст... Понимаешь, как бы, да, у нас обычно тема там какая-нибудь Хаббер или там еще что-нибудь, А тут, короче, Ресерч Гейт такой, боже, куда мы зашли, что это такое вообще? Тема вообще про использование, про... Изначально, когда я, короче, у меня сама тема, короче, диджитал в агропроме очень интересна, Особенно в последнее время. Изначально, когда я начал гуглить вещи, связанные с тем, что еще можно почитать про это, Короче, мне начало попадаться там диджитал в... Как это... В еде. И все, что, короче, связано с диджиталом в еде, это в основном... То есть ты начинаешь гуглить, так и смотришь, и там, короче, рассказывают про... А, ну вот там Яндекс.Лавка, только по-другому. И рассказывают, вот почему это, короче, там, типа классно, все прочее. Но здесь не про доставку... Здесь, короче, тема не про доставку еды. Именно про диджитал в... Короче, в процессе производства конкретной еды. То есть именно вот у тебя есть там ферма, у тебя там работают какие-то люди, какие-то трактора. И вот это все, как в это все внедряется диджитал. Конкретно сама статья, которую здесь я достал про... Use of digital technologies in the agro-industrial complex. Здесь писали... Там видно по фамилиям, что писали ребята всякие Ватюковы, Ахмедов и прочие. Ну, то есть это как бы... И они делали анализ именно с точки зрения того, насколько отстает, там, насколько отстает где-то, насколько догоняет Россия других игроков на рынке с точки зрения, как это, диджиталайзинга вообще вот этой всей индустрии. Условно, ну, как бы, там, за последние, мне кажется, полгода, ну, не полгода, там, месяца три, и много людей внезапно, как бы, вспомнили про то, что, а, Россия производит кучу еды, и там даже, условно, есть, скажем, вот Европа тоже производит, как бы, свою еду отчасти, но там, в любом случае, как бы, этот масштабы производства у нас и масштабы производства там, они, как бы, несравнимы. А, как бы, процент, насколько, короче, прокачено, ну, то есть, насколько там внедрены всякие технологии, тоже несравнимы, как бы, то есть, насколько там все гораздо более оптимизировано, и насколько у нас все еще, как бы, в некоторых местах по старинке делается тоже, ну, понятно. И эта тема меня интересует, как бы, в первую очередь, потому что, опять же, из того, к чему это все ведет. То есть, конкретно в производстве еды есть, наверное, как в любой вещи, связанные с логистикой, а там очень много логистики, там, это как в любой вещи, связанные с логистикой, есть, короче, всегда вот эта огромная проблема оптимизации доставок, правильное токенизирование, короче, материалов, которые приходят. То есть, ну, допустим, вот, ты, скажем, что-то выращиваешь, вот у тебя есть там поле, ты что-то выращиваешь, ты же не можешь просто выращивать. Тебе нужно, там, всякие удобрения, всякие, короче, биотоплива, там, всякая хрента, семена, там, нужна техника, которая со всем этим работает. И там есть, условно, огромное количество, как это, пространства для того, чтобы все это вот улучшать, оптимизировать, ну, понятно, вот. Но тут это все сталкивается с другой проблемой. Это то, что сама вот эта, ну, как это, индустрия производства еды, она, ну, наверное, ее нельзя сказать передовой. И, в принципе, так как бы бизнес-традиции сложились, особенно у нас, что степень, как это, нету... Нету никакого пуша в сторону инновации в этом направлении. И что мне интересно было бы обсудить как раз с вами, ребят, почему я эту тему притащил. Первое, это вот, как вы видите, вообще, в принципе, инновации в этом направлении у нас, вот, ну, в России. Опять же, так, типа, ну, как так, чисто по-пользовательски. Как вы видите, это вообще реально ли у нас там в течение двух, там, трех лет, вот, ну, вот сейчас. Это первое. И второе, есть вот очень интересная вот эта тема сейчас, как бы, в последнее время, которая развивается, это с токенизированием всего. Вот если вы там, допустим, просматривали, ну, типа, тоже в инфополе смотрели, короче, там, вот там недавно новость была, то, что опять какой-то индустрии, там, типа, производство молока у нас в России внедрили, там, типа, токенизацию всего-всего. Или, там, допустим, вот, аргентинские фермеры теперь, короче, имеют доступ к специальному, там, аргентинскому какому-то агрокоину, по помощи которого они там могут что-то, короче, специально отслеживать для взаиморасчетов между друг другом. То есть, мне вот интересно, как вы видите, вообще, реально ли, вот, у нас, и как это может выглядеть, типа, внедрение каких-то более новых таких, новых, типа, диджитал-веяний, вообще, в принципе, вот такую, очень такую, не кондовую, но традиционную индустрию. А у тебя будет своя заготовочка по КВНу? А, нет, понятно. Когда мы свои варианты предложим, ты скажешь, как бы, да, но вот будет так на самом деле? Или там, а я думаю, будет так? Ну, как я, я уже потихоньку попытался вот эту заготовочку, как бы, дать, то есть, вот, допустим, вот, в Аргентине сейчас, что делают ребята? Аргентина же, это, в принципе, аграрная страна, там, это один из топовых производителей мяса в мире, вот, то есть, у них там есть огромное количество, типа, сельскохозяйственных территорий, которые классно расположены, там работают куча фермеров. Они вот сейчас, типа, у них есть такая инициатива, вообще, в принципе, там, если вы не знали, в Аргентине, короче, есть безумная инфляция, и, помимо этого, типа, Аргентина пытается всячески, чтобы уйти, короче, от вот этих вот, там, безумная инфляция плюс коррупция, и одна из, типа, инициатив, которую в Аргентине пытается государство проворачивать, это вот диджиталайзинг всего, отчасти для того, чтобы, короче, получить больше управления над тем, чтобы сложнее было что-то отмыть, сложнее было работать коррупцией, больше управляемости. И конкретно у них, они вот сейчас, почему я сказал про этот агрокоин, у них-то была какая-то новость про то, что они среди фермеров для того, чтобы те могли лучше, как бы, чтобы способствовала конкуренция, они, короче, токенизируют количество пшена, что-то такое произведенного в этих коинах, и это, соответственно, их начисляют, короче, каждому производителю, которые потом дальше они могут использовать для различных, ну, условно, вот здесь, короче, фермер, у него есть, типа, вот, как это, какое-то хозяйство, он может для своего хозяйства получить какие-то бонусы специальные от, там, государства на какие-то его, там, дальнейшие агроинициативы. Если он, там, хороший, подчиняется правилам, там, получает эти коины, вот, то есть, это пример. Как бы, насколько вы видите, вот у нас в России вообще, в принципе, в этом направлении мы можем нормально, как это, сходить, и какие, как бы, главные проблемы у нас могут быть? Давай я начну с бредового бреда. Да, давай, давай. Я понимаю, что тема такая, как бы, немножко, она очень абстрактная, но давайте попробуем, типа, ее... Я, к сожалению, я думаю, Саня ответит прям в точку, А я, к сожалению, очень далек именно от темы того, что в практическом смысле, что они там делают, эти чуваки, потому что, знаешь, для меня это... То есть, я не знаю, насколько, это потому, что мы не хотим, это потому, что государство, что там... Может быть, знаешь, это как с электромашинами, так скажем, бензиновый заговор, и не хотят пускать на рынок просто электрические тачки, потому что там то-то и то-то, потому что хотят просто продавать бензин, вот. И поэтому не хотят пускать диджитал, потому что хотят с помощью своих, там, старых методов как-то, короче, продавать все там и делать. Да нет, тут вряд ли есть какой-то большой чел, который не хочет пускать диджитал. Скорее, сложно людей притащить, особенно в такой, как бы, как это... Очень фундаментальной индустрии, очень сложно людям, как бы, какое-то новшество притащить. Ты знаешь, как, условно, есть этот пример очень глупый про то, что... А, ну вот, у нас, типа, у нас организация полностью диджитал. Ты спрашиваешь, окей, а что у вас диджитал? Ну, там, 5% реально диджитал, а 95% это Excel. Ну, то есть, как бы, понимаешь идею, то есть. Да, но у нас всегда знают, опять же, про отмывание денег. У нас всегда знают, где можно отмыть. Поэтому, если бы, допустим, была бы, знаешь, такая, какая-то лазеечка, вот, типа, мы сейчас сделаем огромный-огромный IT-продукт про то, как яйца из куриц доставать. Вот, короче, то обязательно бы сделали, потому что можно было бы его за миллиарды сделать сначала, потом за миллиарды его поддерживать. И, короче, это вообще супер тема. То есть, по идее, ну, как бы, все... По идее, как это, есть что бы делать, да? Да, есть что делать, да, есть что делать. Вот, поэтому, я даже не знаю, у меня вообще нет вариантов. Ну, что-то, что-то не делают козлы, блин, да ленивые, потому что. Вот такой у меня вариант. Саня, ты как думаешь? Ваня просто сказал про молоко. Молоко, как, говорит, у меня было. Вот, но в чем суть? Суть в том, что уже же есть QR-коды на всей молочке. И уже даже одно дело... Я, кстати, не пробовал сканировать, не готов ответить, что-то... Там сразу в блокчейн попадаешь вместе с купюрой, которая... И Horizon тебя ворует просто, причем сам Horizon. Не хакеры их, а да. Ну, игра Horizon, я понял. Да, это точно. Вот, и тема в том, что даже на кассе, я обратил внимание, сканируют не штрих-код уже, а именно QR-код. Когда именно пробивают молоко или йогурты. Скорее всего, уже это где-то учитывается. Какое-то мягкое внедрение есть, просто мы как бы нам про него еще не рассказали, и мы такие, а, ну... А кто-то... Никому никто ничего вообще и не рассказывает. Это кто вот, кому интересно, тот что-то вникает. Сам же это знаешь. Вот. И суть в чем? Суть в том, что, скорее всего, это ввели для того, чтобы тухлую молочку заново там куда-то не выставляли, и все такое, чтобы была по этому QR-коду и по его сканированиям. Это стопудово. Типа, да, да. Есть интеграция с какая-нибудь типа молочная GIS. Ну, только не GIS, а молочная IS просто. Молочная информационная система российская, где это все отправляется на кассе, что ушел запрос, что такая-то единица по этому QR-коду уже прошла стадию продана. А перед этим, когда их выставляли на полке, их чекали, что она прошла стадию, выставленная на полку. Или там... Перед этим еще отгружена в магазин или там отгружена со склада поставщика в логистическую какую-то цепочку там и так далее. Я вот, правда, не сканировал, когда я ее выкинул и выпил. Видимо, мы как бы считаем целевым, чтобы отпустили клиенту, все, значит, все хорошо. Выпил он ее сразу же на кассе, смял и разорвал. Или поставил там, забыл где-нибудь под раковиной, она у него зацвела и сгнила. Это никого уже не волнует. Типа это сделано для защиты людей в плане того, чтобы... Типа для защиты прав потребителя, да. Чтобы он получал четко все, как бы в процессе производства было тоже все четко. Отсюда вопрос. Почему именно с молочки начали? Почему не с хлеба? Хлеб тоже как бы типа дохрена важен, но с молочки почему-то вот могли начать. Казалось бы, у нас сейчас нету госплана и гос какой-то штуки, что типа спустили разрешение сверху и вдруг сразу все его заимплементили. У нас нет такой централизации. Но с другой стороны, почему-то на молоке получилось. То есть им просто тупо сказали, что все, молоко вы больше не сдадите в магазин, если вы это не заимплементили. Может быть, это инициатива такая, что условно сначала ты мягко вводишь, короче, такую штуку. Как бы ты все протокенизировал. И потом, ну, просто как бы в моем представлении, вот такая токенизация всего, это типа, это рай для человека, который хочет строить централизованную управляемую систему. Да, есть люди, которые реально этому рады. Я с этим прям столкнулся, которым начинаешь вот про это говорить. Типа вот представьте, все знают, какое у тебя молоко. Ладно, какое ты купил молоко. Может, когда-то дойдет до того, что ты там будешь его сканировать, когда домой заходит, и будет известно, в каких домохозяйствах какое молоко стоит. А дальше не только молоко, дальше там игрушки, презервативы, таблетки от головы и так далее. Людей. Да, ну, людей уже, это как бы с этим уже нет никаких проблем. Уже реально там. Оказывается, да, ты спрашиваешь у Алисы, Алиса, где я живу, а она тебе говорит, где ты живешь. И как бы она это берет не по геопозиции, а уже из базы данных, в которой это просто записано. Дубльгис уже тебя, ты открываешь, он такой, кстати, кажется, вот ваш дом, давайте мы вот пропишем, что это стопудово ваш дом, чтобы нам более удобно просчитывать маршруты там и так далее. Вот эти все штуки, они как бы настораживают, например, меня и пугают. А у меня есть коллеги на работе, которые говорят, да, давайте еще, please. То есть, наверное, в массе людям это в целом, наверное, скорее всего будет больше нравиться, чем не нравится. Просто, видишь, если людям донести, что на самом деле хрен с ним, ну, типа, допустим, все такие скажут, ой, да какой там большой брат, кто там следит, кому это что надо. Главный, я считаю, аргумент против вот такой глобальной штуки, это то, что на самом деле будут использовать рекламодатели это все дерьмо. Вот самое главное. То есть, похрену вообще на тебя, никто не будет тобой управлять, насрать всем, любому правителю, что там бабка делает, но... Просто все твои данные. Просто все это учитано, да. Да, твои данные можно... Вот, это какого Сири слушает меня? Короче, просто твои данные. По сути, они все, они генерируют то, что ты любишь, и тебе можно показывать то, что тебе нужно. Ну да, то есть, есть, типа, идеальный, высчитанный искусственным интеллектом слепок тебя, который точно знает, что тебе надо. Да, есть же рекламный айдишник на телефоне, да, то есть, к которому привязывается вся реклама. Вот тот же самый айдишник рекламный будет у Никиты Тарасова Александровича, которому будут молоко показывать. Ладно, когда все хорошо, а вдруг пришла команда отменить Никиту Тарасова, и в эту секунду Никита Тарасов даже молоко себе не может уже купить, потому что оно все учтено, и уже когда сканят твой способ оплаты, у него просто появляется сообщение, этому нельзя продать молоко. Все. Ну или просто, этому вообще ничего нельзя продать. А учитывая, что даже уже на банкнотах QR-коды, ты и за наличку тоже, тебе их будут проверять автосканом каким-то, и скажут, у этого нельзя взять наличку, она украдена, и тебя вообще сразу роботы скручивают, просто уничтожить. Как бы всегда, как это, вменяемый аргумент, как это, вменяемый аргумент вменяемого человека, который живет в нормальном мире, то, что типа, да ладно, все твои деньги уже проверяются, все, что ты кушаешь, потребляешь, покупаешь, уже проверяется, все это уже учитано, и как бы то, что ты там пугаешь большим братом, это забей, оставь себе сказки детям. То есть... А как оно уже учитывается, хочется у них начинать спросить. Ну то есть, ну не совсем все учитывается. Не совсем, да. То есть наличка реально тебя спасает или нет, как бы вообще? То есть это вопрос. Ну, могла бы спасать пока, а потом уже точно не спасет. У меня вот есть человек, короче, один знакомый, который там с определенным количеством денег, и он шутит то, что типа, да ладно, наличка из России не уйдет еще лет 20. И я такой думаю про него, думаю про его прогноз, и смотрю на вот такие статьи, типа вот как на ResearchGate, где чуваки такие, вот, надо диджитал, надо диджитал в деревню, чтобы, короче, все было учитано, чтобы типа оптимизировать. Меньше людей, люди меньше заняты на производстве, все там управляется типа техникой. Такой, интересно. Видишь, в чем дело еще? Во-первых, у нас нет инфы. Вот твой изначальный вопрос, насколько это реально у нас в аграрке. У меня нет инфы, насколько у нас аграрка консолидирована. Это реферический вопрос. И тем не менее, если попытаться, да, на него ответить, то нет инфы по поводу того, насколько это консолидировано там в трех агрохолдингах все. Или в одном. Да, или в одном. Или в одном агрохолдинге и в 25 тысячах мелких хозяйств, в которых просто ты делаешь это. Каждый свой менеджер, и они там все перестарались, короче, да. Но ты если делаешь эту регуляцию, то эти все 25 тысяч, короче, таки просто идут и весь бизнес продают в этом одному агрохолдингу, в котором как раз уже это решение реализовано. Потому что они же его и проломбируют. Да-да-да, вот решение именно. То есть ты, короче, допустим, делаешь какое-то ПО, допустим, которое отвечает за какой-то сегмент. Ну, абстрактное ПО отвечает за абстрактный сегмент. Там, допустим, не знаю, поливание кукурузы. Ну, вот и у тебя, типа, определенная программа отвечает за поливание кукурузы. Как бы, эту программу будут пользоваться все. Ну, потому что там не будет, как это. Ну, это всегда так. Типа, условно, у тебя есть какое-то централизованное решение одно. Это как у нас вот в геймдеве. У тебя там есть Unity, Unity TD, Unreal Engine. Все, как бы, все мелкие пользуются почти, ну, почти все мелкие пользуются ими. Да, понятное дело, там есть еще, короче, процента 20 рынка занято еще какими-то непонятными решениями. Но это уже, как бы, там, просто потому что люди, людям дали в руки язык программирования, они что-то написали. Но в такой, как бы, фундаментальной отрасли, типа, как Агро, там реально будет, скорее всего, один поставщик одного ПО. И оно, как это, по Intel Management Engine все данные будет отправлять куда надо. Короче, это вопрос, как по мне, исключительно воли. То есть, если скажут, что это надо ввести, то это введут так быстро, как мы даже не успеем. Ты просто, Ваня, не слышал. Я к нам в чате кидал войс, когда я ходил в Сберлогистику. Кратко сейчас его воспроизведу. Я приходил, я прихожу в Сбербанк, мне авито доставкой надо было отправить, не помню, что-то Алина продала на авито. И клиентка, которая купила у Алины, она выбрала Сберлогистику. Вот. И, короче говоря, там тема в том, что ты приходишь, встаешь в одну очередь в электронную, берешь талончик на Сберлогистику, и хоп, тебя вызывает. И тебя вызывает тут в то же окно практически, в которое ипотеку выдают. И ты такой, здравствуйте, вы посылочку? Я говорю, ну да, ну пойдемте оформим. Ты подходишь, короче, к... Там стоит стенд, где посылки, коробки пустые, пакеты пустые, всякие скотчи, ленточки и так далее. Она говорит, ну, кстати, вы зайдите-ка под Сбером онлайн. Я понимаю, что если бы у меня не было Сбера онлайн, то меня бы в нем сейчас зарегистрировали, а без этого меня бы просто не обслужили в Сберлогистике. Все, я захожу, сразу Александр Николаевич, здравствуйте, отлично, что пришли, спасибо большое. Все, ты все сделал, они все это оформляют, красиво тебя запаковывают. Она такая, давайте пройдем, кстати, вот ко мне еще там, надо кое-что закончить. Я прохожу, кстати, вот у нас только для вас кредитная карточка еще есть, там с суперлимитом. И я такой, да ну нет, она такая, ну только для вас. Они потом платные будут, сейчас вот мы бесплатно выдаем. Можете взять с лимитом там на 10 тысяч рублей, и просто она у вас будет лежать, если просто вам там не на что будет купить еды. Вы возьмете ее, хотя бы еды купите, и у вас будет там 180 дней льготного периода, чтобы вернуть. Я говорю, ну как бы все-таки вот, ну нет. Она такая, ну ладно, типа это. Короче говоря, тогда нет, идите отсюда. Но суть в том, что пока я еще стоял ее ждал в очереди, там просто стояли Петровичи лет 60 и бабки лет 70. И они на полном серьезе, ну и тетки там тоже лет 60, и они на полном серьезе обсуждали, что им там госуслуги написали, что, короче, есть цифровые профессии, надо скорее уже идти получать компьютерную грамотность. Это люди, которым реально 60-70 лет, они реально рассуждают о том, что надо идти в госуслугах получать цифровые профессии. Поэтому мне кажется, если сейчас как бы, ну, поставят цель и реально скажут, что вот все, надо, после всех ковидных тем и QR-кодов по тебе к 25-му году все готовы стопудово уже все. Все готовы реально. Поэтому ждите во всех этих странах. Мне вот эта тема очень интересна, потому что всегда интересно обсуждать какие-то сложные, технические, нишевые штуки, но когда это выходит на реально массовое, понимаете, то есть реально массовое, тогда у тебя, ну, как ты сказал, Петровича лет 60. Вот это реально массовая тема. То есть когда ты прям вот, вот это интеграция, ну, не интеграция, как это, Петрович, адопшн, вот это адопшн, я понимаю. Вот, и при этом я думаю, что кого-то из них спроси, они уже в курсе, что это вот на молоко ввели классно. Это вот будет топ, потому что у нас теперь ничего не протухнет. Потому что СберАИ управляет тем, чтобы ты, короче, чтобы Марфа Васильевна не купила больше, чем 5 бидонов молока. Ну вот так. Потому что у нас тут всем поровну должна быть. Эх, каждому, как это? Это, конечно, круто, но вот с точки зрения интерфейсов, если будут вдруг торчать интерфейсы для 60-70-летних людей, то это вообще до свидания. Потому что я недавно был в МФЦ, закрывал ИП. И я пришел, опоздал, короче, не то чтобы опоздал, а там типа, знаете, последние 10 минут у меня осталось в МФЦ. И там, короче, можно было типа вот талончик прошел, но можно пролезть быстро успеть и еще успеть в одну из окошечек как бы типа записаться. То есть тетеньки вроде бы уже уходят, но можно еще успеть. Так вот я подошел, и там терминалы стоят в МФЦ. И передо мной тетенька не из 60-70 лет. А типа, я не знаю, наверное, моего возраста. Ну не моего, но просто тетенька, наверное, лет 40, да? Ну 35-40, да-да-да. Ну да, типа. И ты понимаешь, в терминале там нужно нажать прием документов, одну кнопку, и кнопку сколько документов ты хочешь, значит, это, а потом ввести, ну, фамилию, имя. Так вот тетенька сначала нажала там, где прием документов. Она нажала, вот чекбокс выделила. Там такой чекбокс как бы, с точки зрения интерфейсов охрененно. Выделила чекбокс, но нужно было еще раз нажать, чтобы как бы общая кнопка применилась. И она стояла с чекбоксом сначала нажатым, а я сзади стою, и у меня жопа горит досвидос. А у нее чекбокс выделен, а она не нажимает. И уже проходят люди, проходят, 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 а у нее чекбоксик горит. Она такая, а я не знаю, что. Ну я такой, так вы нажмите на саму кнопку. Она на саму кнопку нажимает, дальше что она делает? Там вот сколько документов. Там у нее один по умолчанию документ. Можно просто далее, далее, далее нажать, и будет готово. Но она идет, редактирует один, нажимает на редактирование единички. У нее вылазит клавиатура. Она пытается эту единичку как-то применить вот именно здесь. Она не далее, далее готова. Она, короче, пытается что-то внедриться в этот интерфейс вот этого терминала. Я думаю, е-мое, что мы делаем? Где мы находимся? Почему вы такое вообще делаете? И тут, короче, недавно это квадратный Стив Джобс в вакууме такой. Пользователю там. Я не знаю, кстати, Стиве так говорил или нет, но условно, ну, типа, House of Apple, да, его пользователю меньше управления, больше, типа, конкретики. Походу, да. То есть там должны были Apple терминалы сделать. Потому что это просто, то есть там пользователь до каждого говна докапывается, которое вообще не надо нажимать, как оказалось. Вот поэтому, если такое в аграрном пустить, чтобы тетеньки, которые куриц, короче, забирают у них, и яйца нажимали в интерфейсах, то надо хорошо эти интерфейсы спроектировать. Там такой специальный, у тебя вот курица, короче, у тебя, знаете, как есть, были сканеры, где тебе там температуру чекали. Вот такими же сканерами будут, типа, курицам каждое яйцо, там, не знаю, лазером на каждом яйце рисовать куэр-куа. Я шутишь. Да, ты шутишь, а так, возможно, и будет, но я могу вклиниться. Во-первых, у меня есть NDA-ная инфа по поводу... Я ее не буду говорить, просто давайте так. Это и NDA-ная инфа, из аграрки именно я работал. Мы делали проект для аграрки. Вот, сейчас меня с него слили. Блин, мне очень нравится, что мы пивотнулись именно вот так вот, и мы развили эту тему, потому что сначала, короче, тема была такая тошнотная, но мы как бы смогли это вытащить, короче, в интересное. Ну да, я не об этом. Я о том, что... Секунду. Да я тут параллельно еще по работе. Ты там интерфейс что-то делаешь для яиц в фабрике? Для яиц там, да? Почти. А вторая инфа от Бати, что, в принципе, на всех заводах сейчас сильно не держится за Петровичей, а хотят взять молодых чуваков, которые просто не учились и которым нужны бабки, но они уже с интерфейсами, в общем, ок, и как бы не будет с этим никаких проблем. А для Петровича ввести просто довольствие там ежемесячное какое-то небольшое, ну типа пенсии только прям... Универсальный доход. Да, как вот это то, что называешь. UBI. Universal Basic Income. Вот, вот. И тогда вообще никакой проблемы с этим не будет. Но учитывая, что реально, вот я сижу, читаю новости там на раньше всех, но почти. Через час я прихожу, забираю там Беллу у родителей, и мне бабушка, не мама Беллина бабушка, а моя бабушка, которая 85, она мне те же самые новости вкидывает, и я их обсуждаю. Она их слышит в телике. То есть телик уже тоже очень, на самом деле, подстроился под повестку, и это все уже очень синхронизировано. Уже нет вот этой пропасти между тем, что в телике и тем, что в телеграм-каналах. Либо у тебя, либо телеграм-синхронизировался с теликом. Ну, как посмотреть? Ну, тогда все плохо. У нас же у всех есть иллюзия, что вот в телеграме, якобы я сам выбираю, что смотреть. Ну, нет, это, конечно, бред. Это все очевидно. Но неважно. Я имею в виду, как минимум, по скорости подачи инфы. Да, да. Это безусловно. Поэтому, может быть, и со всеми этими цифровыми штуками тоже. Ну, реально, QR-код. Вот скажите, там, пять лет назад, что все будут ходить это сканировать, понимать. Что это вообще такое, да? Как всем объяснить? Эх. Да никак. Все. Все гениально просто. Снимаем штаны и нагибаемся. Давайте пойдем к обойке, друзья мои. Давайте, давайте. Давайте. У тебя, Ваня, открыта обойка, чтобы ты лицезрел? Потому что тебе там больше всех надо, мне кажется, ее... Домики такие красивые, да? Да, домики, домики. Блин, тут вообще прекрасно. Очень красиво. Это что, Норвегия какая-то, хотя нет? Подожди, Норвегия. Подожди, Норвегия. Давай не спойлерить себе, что это такое. Мы обычно, по традиции, на обойке, которую Саня нам предлагает, пытаемся найти, что из этого наш подкаст, так скажем. Вот. Давай начну я, допустим. Да, конечно. Наш подкаст, это... У меня причем не было заготовочки, но придется. Наш подкаст, это вот этот хворост на переднем плане. Вот видите, да? Вот он как бы, казалось бы, вокруг такое боголепие, красота, вот, башенки. А тут хворост вот этот передний. Он как бы на самом деле нужен по-любому. Дерн, дерн. Он же как бы без него никак. Он еще даже на переднем плане как бы сфоткан, и без него бы вообще вот эта вот композиция не получилась. Так же и наш подкаст, я считаю, как этот... Блин, я... Позвольте, у меня созарела прекрасная версия. Вот там, короче, какая-то морская речная гладь. Но я хотел сказать, наш подкаст на дне... Нет. На самом деле другая версия. Так. Так вот, то есть как бы мы не на дне. Мы вот... Вот есть это прекрасное сооружение, там, неизвестно, не датируемо, неизвестно какими годами, которые вот по центру, типа, напоминают Нотр-Дам с одной башней. А вот за ним есть такая зеленая крыша. Так. Вот мы там. Вот в зеленой крыше, да? Вот мы и за зеленой крышей вот там. А почему? Потому что Нотр-Дам такой прекрасный, такой большой, а мы вот там сидим и обсуждаем какие-то такие нишевые интересные темы для самых проникшихся, вот я бы так сказал. Типа все идут в храм большой, а мы вот как бы идем обсуждаем подноготную. Блин, за зеркальную. За храмовую. За храмовую. Так, давай, Саня, твой вариант. Да, у меня такой вариант, стереотипный. Вот эти таунхаусы, которые спереди, вот это выпуски нашего подкаста. Сегодня черный или какой? Красный. Воспламенившийся. А я не наверх, наверх расположена, да? Нет, вниз, вниз. Каждый последующий вниз мы скатываемся, чтобы они скатились. Нет, мы просто к воде. Все-таки на дно, да? Да, мы ко дну, нас смоет потом всех просто и все. Поэтому вот наши выпуски, вот мы их строим как дома. Когда к воде подойдем, не знаю, что будет. Что-то будет, наверное. Ох. Ты, Ваня, понял, да? Александр Гончаров, а Александр Масон, да? Потому что он строит выпуски. Саня, я все по тебе понял. Ты, Ваня, понял, да, что это Ирландия? Это Ирландия? Да, это отсылка. Это некий county Kork? Да. Я подумал, что это просто Норвегия из-за цветных домиков. Да, но это вот Ирландия. Да, это графство Kork некое. Не знаю, где оно там находится. Место населенной пункты. Kork, если не ошибаюсь, это юго-запад. Там угольные шахты неподалеку. О, это мы любим. Шахты, это кайф. Ну, так вот. И сначала я ввел на Unsplash именно Масон. И смотрел там как раз, что он мне в поиске по ним предложил. И там были всякие именно соборы и прочие штуки, которые... Ну, типа еще старая гильдия каменщиков строила. Ну, да, нормальная тема. И потом меня осенило совместить это. То есть сделать и собор, и чтобы Ирландия была. И сделать как бы отсылку к тебе, поэтому... Слушай, ну красивая картинка вообще, красивое место. Да, там как ты видишь, и внутри есть премиум имиджи на стоке, в котором это же место сфотографировано уже. А iStock, это, судя по всему, или партнеры Unsplash, или просто у них интеграция. Ну, там даже под iStock ниже есть еще много фотографий именно этого собора. Оно как-то умно уже определяет, что это именно он. Ну, наверное, по геопозиции было бы странно, если бы как-то умнее. Хотя, может быть, и так. И там, ну, видно, что много кто фотографирует это примерно с такого ракурса, поэтому вот, да. Да, да. Круто. Ну, круто, да. Я не знаю, что у нас из этого получилось. Вообще, всем спасибо за внимание, если это все увидело. А свет, именно свет... А у тебя не отвисло? У меня не отвисло, нет. Уже она ровно почти час висит. В 15.46 у меня там все замерло, замерло. А сейчас в 16.43. Поэтому каким-то хреном я буду просто делать ресет. И, может быть, там вавка осталась как бы. Ну, она там, может, не финализирована. Может быть, как-то я ее смогу открыть и из нее достать звук. Вот. И может быть... Ну, в крайнем случае, из телефона, да? Да. В крайнем случае, просто телефоны, и как-нибудь я их синхронизирую по финишу. Вот. Было спонтанно и прикольно. Ну, да. Да. Увидимся через два года. Спойлеры. Если спойлеры на декабрь не оправдаются, то да, через два года просто увидимся и все. Да, да. Ну, круто. Всем спасибо. Нет, даже если оправдаются на пальцах. А, ну, это воодушевляюще. Это не как все ролики каца заканчиваются тем, что там просто все плохо, досвидос, говно. А у нас наоборот. Все подкасты заканчиваются тем, что все хорошо будет. Но досвидос. Ну, круто. Ладно, давайте, чуваки. Всем пока. Я буду делать ресет на компьютере и на телефоне тоже. Услышимся, спишемся. Спасибо. Спасибо, Ваня. Спасибо, Саня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok